Всем привет, друзья! Меня зовут Макс. Наконец-то я подготовил для вас, в общем-то, свой проект, посвященный созданию лаунчера для игры или патчера для игры, кому как удобнее назвать. Это первое видео, оно, в общем-то, будет по большей части вводное. Если вы хотите сразу перейти к коду и вам неинтересно о том, с чего будет состоять проект, то сразу переходите на следующее видео. Для тех, кто хочет узнать, в общем-то, чем мы будем заниматься здесь, я сейчас кратко, буквально несколько минут расскажу. История возникновения общей мысли о том, чтобы создать свой лаунчер пришла ко мне тогда, когда по нескольку раз я должен был закидывать свой проект, билд, программы, игры, неважно, в архив, присылать тестеру, чтобы он проверял, работает или нет. Это не было связано с игровыми механиками, там больше было связано с тем, что как работают библиотеки, которые я подключал. В общем, это не имеет значения, а имеет значение то, что мне очень надоело постоянно делать билды, называть их какими-то именами, номерами версий и прочее. И пришла идея сделать нечто вроде лаунчера, абсолютно без какой-либо графики, просто с кнопкой обновить, да, или с автообновлением, чтобы тестер, когда открывал этот лаунчер, автоматически получал последнюю версию проекта и не нужно было сообщать ему, что открыть и что проверить. Немного изучив тему, я понял, что мой лаунчер будет устроен, как и большинство современных. То есть есть некий прелаунчер, это загрузчик, сейчас я подробнее расскажу. Собственно говоря, сам лаунчер и контент. Ну, в данном случае пусть это будет игра, game. Что такое прелаунчер? В общем-то, когда вы заходите, например, на официальный сайт стима и скачиваете там, в общем, сам стим, вы скачиваете не программу, не лаунчер стима, а загрузчик лаунчера. Это просто некий кусочек кода, который проверяет, там, в данном случае мой, ну, наш лаунчер, который мы будем писать, он будет проверять у нас наличие последней версии лаунчера. Давайте сразу отмечать эта версия. Чек сумма. Лучше так. То есть, что файлы, допустим, скачанного лаунчера или обновленного лаунчера соответствуют тем файлам, которые загружены на сервер, то есть, идеальным файлом. Называйте, как хотите. Вот. Ну, и еще там другие различные функции, которыми мы затрагивать не будем, да. И вот после того, как вы установили экзешник прелаунчера, он уже скачивает ваш лаунчер и запускает его. То есть, мы будем действовать абсолютно по той же самой схеме. То есть, сначала создадим прелаунчер, потом напишем лаунчер и потом запустим игру. Ну, и дополнительно, если останется время, сделаем еще немного контента. Пусть пока этот контент останется в тайне, потому что не знаю, буду это делать или нет. Что мы точно реализуем, это наличие проверки версий, чек сумму файлов, визуализацию загрузки. В самом лаунчере мы реализуем возможность регистрации пользователя. То есть, вы сможете прямо не для каждой игры делать, если у вас, допустим, несколько игр или это MMORPG и лаунчер для нее. Сразу внутри лаунчера вы создаете возможность авторизации каких-то настроек игровых. То есть, все вы это переносите, все игровые настройки в лаунчер и тем самым не забиваете код игры в разной абсолютно ненужной информации, как по мне. Также вы можете защитить, опять же, свою игру по принципу защиты лаунчера от изменений файлов, что-то наподобие мини системы VAG, как в том же стиме. Ну и еще очень много разных фишек, вплоть до того, чтобы отобразить информацию о патчноутах игры, о выборе сервера, о том, какая загруженность сервера, скорость скачивания и, в общем, много мелких фишек, таких как форум, видеоролики о каких-то будущих обновлениях. Все, что вашей душе будет угодно. Это уже вторично. Для нас главное реализовать вот эти вот две больших структуры и уже от них двигаться дальше. Теперь о том, как и где мы это будем делать. Естественно, Visual Studio. Напомню, что для того, чтобы написать проект, мы будем использовать VPF на движке Netcore. Соответственно, при установке сразу установите Visual Studio и необходимо этому дополнение. продукт. Так, теперь касательно того, где мы будем хранить всю информацию. Вы можете хранить ее у себя на компьютере, можете хранить на сервере. Это вообще не имеет никакого значения. Я буду использовать Google Disk, мне так проще. На нем, как видите, у меня уже создан, когда я тестировал, две папки. Одна папка будет хранить себе, в общем-то, сам лаунчер, его архив, версию этого лаунчера и чек-суму файлов архива для того, чтобы постоянно сравнивать, в общем-то, наш эталонный лаунчер с тем, который установлен у игрока. И, соответственно, сам проект или несколько проектов. Мы ограничимся одним. Также дополнительно для того, чтобы было удобно ввести, в общем-то, всю эту систему обновления, проверки целостности файлов, мы создадим еще отдельно маленькую программу, которая будет из-под вашей системы, в общем-то, создавать тот самый zip-архив, который мы будем закидывать, будет создавать, проверять хешсуму и будет контролировать версии. То есть, будут какие-то определенные поля, вы вводите туда, выбираете каталог, откуда будет создаваться ваш билд, да, очередной. У вас будет отображаться версия файла, которая или программы, которая уже имеется. Вы будете вводить новую версию и также применять, и будете делать еще какие-то вещи. Об этом мы поговорим значительно позже, что нам может пригодиться. Вот, пожалуй, наверное, и все. Единственное, что мы будем пользоваться для определения прямых ссылок на наши файлы из Google Drive с помощью плагина WanderPlugin. На этом все. Первое видео окончено. Желаю вам приятного просмотра и, надеюсь, серия это вам понравится.